Привет! Обзор журнала за рулем февраль 2017 года, номер 143. Приятного просмотра. Журнал за рулем Украина. Это самый, наверное, халтурный номер. Так я назову выпуск. Халтурный номер. Ну и сам тест, который будет участвовать на превью. Но суть в том, что это самый халтурный номер, который когда-либо я покупал. У меня, конечно, нет журналов за рулем за 2011, 10, 9, 8, 7, 6, 5 года украинские. Ну, когда журнал за рулем Украина появился в 2005 году, а оригинальный в 1928. Но суть в том, что вот февраль 2017 года и самый халтурный номер, который у меня есть. Приятного просмотра. Сравнительный тест Mitsubishi L200 против Toyota Hilux. Как же правильно? Hilux. Mercedes-Benz E-класса. Altrain. Altrain. Стоится 18. Бизнес-седаны Volvo S90 против Jaguar XF. 30. Приятного просмотра. Главный редактор Николай Захаренко. Содержание. Что за же автомобили номера? Их так мало. Мало. Видите, сколько их печально. Это даже... Подожди, что тут даже... Что вам... Какой бы вам пример привести? Вот это автомобили в номере. В принципе, наши обычный размер. Ну, типа, достаточно. Типа, обычные... Самый стандартный... Автомобили в номере. Но тут, скотина, вас меньше. Меньше стандарта. Ну, не знаю. Очень неинтересный номер получился у них. Новости. Бомбит. Момент. Новости. Момент. Сколько у вас этих моментов? Премьера. Mercedes-Benz E-класса. Mercedes. Так как подвигом. Такой, короче, красавец. Да, красивая модель. Не спорю. Салон такой вот. Элегантный. Такой очень... Очень такой богатый. Боковая часть. Универсальчик такой. Премьера у вас Patriot. Так, то есть, называется. Вот, читайте. Журнал англичанина. Да, выписываю английские журналы. Называется... Хватит хернёй страдать. Значит, у вас Patriot. Там у вас Patriot. Салон. Боковая часть. Green Man. Тебе нравится у вас Patriot? В принципе, у меня даже модельки есть. Сейчас покажу. Каландан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Журналчики мои. Что ничего удивительного. Много моделек. Вот у вас Patriot. Так у меня 2005 года. Запихивайся. И вот такой у вас Patriot. Полицейский. МВД России. Ну, и всё, журналы решат. Так, идём дальше снимать обзор. Начали вообще это всё показывать. Время, деньги. Они тут Audi замазали. Вот Audi тут должна быть. Audi. Мне нет российского номера. Пример не могу привести. Но тут Audi. Audi. Понимаете? Volvo и Jaguar. Такая вот картинка. Jaguar. Салон Jaguar. В 2007 году XF пришёл на смену возрастному седану X-Type. Вознакомые в нашу новую эпоху в дизайне английской марки в сентябре 2015 года представили второе поколение. Просторное на новой амбициозной платформе Q-EQ. В отличие от нашего первого поколения выпускается исключительно как седан. Салон. Volvo. 2016 год. Кстати, ну, не самая новая уже. Но уже вышло, кстати, второе поколение. Имя в S90 уходит корнями в конец 90-х. В 1997 году фирма Volvo представила флагман с этим индексом. Так он был старый седан Volvo 960. Это Volvo 2016 года. Вот, почитайте сами. Задние части. Вы за кого? За Volvo или за Jaguar? Давайте так, я буду вам устраивать тесты. А вы пишите, кто лучше. Мы так с Mitsubishi и Toyota и сделаем. Значит, вот, оценка. Volvo лучше, чем Jaguar. Вот о чем я говорю. Халтура. Халтура. Капитальная халтура. Тут и это... И Сузу должна быть. И... И Сузу или Сузу. Не знаю, как правильно читается. Это марку и толком даже не знаю. Ну, а видите, такое ощущение, как будто... Вот тут этот тест начинается, да. Такие обрезали и тут продолжение. Ну, как-то, вы знаете, вот как-то вот не смотрится. Вот так смотришь, как-то не смотрится. Ну, короче, цены. Я тут не показал вам ценник. Вот. Стехор дорогой. Значит, салоны Mitsubishi L200 и Toyota. Вот. Задние части. Подпишись, не выходя из дома. Реклама такая вот. Значит, Mitsubishi Toyota. Вот. Вот она, Исузу. Это вот. Вот. Так, я оценки вам где они закрываю, что... Просто тест. Как вы думаете, лучше Mitsubishi или Toyota? Я думаю, что... Я не думаю. Я не буду спорить. Тест Mitsubishi Pajaro Sport. Эксперт камеры заднего вида за рулем. Эксперт... Проверь себя, эксперт. Активы. Актив. Ресурс. Выбираем поддержанный автомобиль. Ну, вот такая вот у нас картинка. Такая вот картинка. Рено Duster. Появился он в 2010 году, кстати. Гольф. Вольцваген Гольф. Пятый Гольф 2007 года. Такая вот картинка. Дальше. Nissan Teida. Кстати, мой любимый Nissan. Это мой любимый Рено. Вольцваген Гольф я не сильно люблю. Но... Мадрика хорошая. Выбираем поддержанный автомобиль. Ресурс у нас. Ресурс. А вот ресурс вторые руки. Это именно поддержанный автомобиль. Nissan Qashqai в нашем выпуске сегодня. На конвейере с 2006 по 2013 годы. Кузов 5-дверный универсал. Салон. Т значит прототип. Ха-ха-ха. Восьмерочка. Оригинал 130 лет автомобилю. Часть вторая. Вот у нас человек великий. Вот он у нас автомобиль. Старейший. Такие вот картинки. Такая. Такие вот картинки. Ну, очень старые машины. Ну, прям очень. Восемь. Американский Ford T. Вот это легендарная машина. Просто, если вы не знали. Легендарная. Время поджимать. Давайте завершать. Saab 96 у нас. Оригинал. Интерактив любозналки. И вот Ягуар. И следует. Мороз. Какая? О, страшила. Так вы вот любуетесь. В ближайших номерах. Премиум кроссоверы Ягуар F-Pace и Lexus RX. Jeep Renegade. Также у нас новая Skoda Octavia после рейстайлинга. Ну, обновление. Короче, я зачитал, как это поколение новое. Audi Q5 второго поколения. Toyota Hilux. Летние шины и поправочка. Читаем. Боже мой читатели. С момента выхода материала об Infiniti QX30 за рулем 2017 года номер один станется 30. Заметно изменилась ценовое отношение. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Читайте. А я это уже читал для себя. И вы читайте. Все, всем спасибо за просмотр. Я устал комментировать. Коды орут. Такая будет погодка. Там голубь сидит. О, пошел такой. Хе-хе-хе-хе.